Трава у дома, магазина, предприятие и офиса может опернуться выплатой штрафа, чтобы улицы не выглядели как заросли и ввели правила – скашивать траву. Долгие годы казалось, что его мало кто соблюдал, но теперь на первый раз предупреждение на второй штраф. О результатах на оперативном совещании главы отчитался зампред административной комиссии Булат Зинатулин. В 2020 году только за первые полугодия субъектам малого и среднего предпринимательства выдано 343 предписания, тогда как за весь 2019 год было выдано 121 предписание. По состоянию на 16 июня выявлено нарушение 79, составлено протоколы 79, рассмотренное дело с наложением штрафов 79. Сумма наложенных штрафов составила 537 тысяч рублей. Более полумиллиона на одних только штрафах за нескошенную траву сумма внушает. Поплатиться можно из-за объявления, расклеенной на фасадах, остановках, то есть где угодно, кроме разрешенных мест. В 2020 году работа комиссии по данной статье была организована с учетом принятого порядка подключения системы автодозвон. За 2020 год путем использования системы автодозвон по статье 6.7 КВАПРБ было выявлено и привлечено к ответственности 73 нарушителя. Сумма наложенных штрафов составила 54 тысячи рублей, тогда как в 2019 году по статье 6.7 КВАПРБ в первом полугодии привлеченных лиц не было. За уличную торговлю оштрафовали 60 человек, сумма 98 с половиной тысяч рублей. За неряшливый внешний вид входных группы витрин привлекли к ответственности 27 нарушителей. Общая сумма штрафов – 118 тысяч. Наказывать рублем начали с этого года, когда вступили в силу новые правила. Ответственность по этой статье возникает в следствии ненадлежащего содержания посады зданий, допущения загрязнения либо повреждения витрин, входных групп, обливцовки зданий, изменения внешнего вида зданий путем занавешивания баннерами, информационными и рекламными растяжками и конструкциями окон и глухих стен зданий. А вот, пожалуй, самая болезненная тема – парковка автомобилей на газонах. Для ясности скажем, что не оштрафуют, когда машина стоит на твердом покрытии. Например, участок отсыпан щебнем или похожим материалом. Но иногда вроде и не на траве паркуют, а получают вот такое уведомление явиться в администрацию. 115 водителей оштрафовали на сумму 112,5 тысяч рублей. Но можно ли считать газоном голую землю безо всякой растительности? Вот что больше всего возмущает людей. Вместе с тем, не каждый нарушитель может различить парковочное пространство от места, которое таковым не является. Так, поверхность земли, на которой хоть и утрачена травянистая растительность, в результате хозяйственной деятельности, но может быть восстановлена, комиссия также признается озелененной. А вот за что водители наверняка скажут спасибо, так это за вывоз автохлама из дворов. Обычно эти автомобили уже стоят без колес, с разбитыми стеклами и фарами. Сообщать о таких нужно в административную комиссию. Брошенными уже признаны 38 автомобилей, которые месяцами, если не годами, занимали дефицитные парковочные места. И работа в этом направлении продолжается.